Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в студии Владимир Блохин. Это заслуженный работник культуры России, певец и композитор, а также художественный руководитель ансамбля «Русский квас». Владимир Анатольевич, добрый день! Ну, прежде всего, хочу поздороваться с вами и, конечно же, с телезрителями, которые наверняка, наверное, будут нас слушать, смотреть. Очень приятно. Владимир Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Давненько вас ждали, можно так сказать. Владимир Анатольевич, прежде всего, мы вас знаем и хотим спросить о названии вашего коллектива. Вы представляете ансамбль «Русский квас». Кто стоял у истоков создания ансамбля, когда он зародился? Наверное, имеет достаточно многолетнюю историю уже. Да, именно многолетнюю. Сейчас я начну с самых азов. Значит, во-первых, в коллективе моего ансамбля, если забегая немножечко вперед, есть люди, которые, в общем-то, сначала начинали свою творческую деятельность, в том числе я вместе с ними, в первом составе ансамбля «Радуница» в нашем селе Константинова, на родине нашего замечательного, всемирно известного поэта Сергея Есенина. Вот это, в большей части, музыканты, то есть балалайшник, баянист. Вот с этими ребятами, можно сказать, по творческой жизни мы идем очень-очень много лет. Начиная, по-моему, даже с 80-х годов. Ну и вот потом, в 2000 году, мне было предложено создать коллектив на базе культурно-досугового центра «Октябрь», который получил такой статус от кинотеатра «Октябрь». Вот, и мы начали свою творческую деятельность. Сначала состав был там 5 человек, ну и вот доросли до 8 человек, 5 музыкантов и 2 солистки, и я как солист, и как руководитель в этом коллективе. Ну, конечно, встал вопрос, как назвать коллектив. Вот, я как личность творческая, и тем более, что песни пишу и сочиняю музыку, ну, соответственно, значит, немножечко, как бы и поэтическим даром тоже обладаю. Поэтому сочинил, прежде всего, значит, визитку, песню-визитку, которую назвал «Русский квас». Ну, и меня ребята спросили, почему вот именно так вот и «Русский квас», потому что у нас создан был русский коллектив вдохновенных артистов сцены. И как я потом объясняю, что способны утолить жажду к музыке, жажду к песне. Тем более, что квас – это русский национальный напиток на любой вкус и цвет. Так что, в общем-то, вот такое вот сочетание. Здравствуйте, хорошие! На наш концерт захожие! Да мы вам как сейчас споем, сыграем, спляшем, юморнем, аплодисменты соберем, в карман положим и уйдем. Затем вернемся и не раз, и вновь покажем новый класс. Скажу, друзья, вам без прикрас – ансамбль классный «Русский квас». А как быстро нашли свой стиль? Ну, вообще, мы, конечно, поскольку мы пришли из атмосферы Есенина, из того фольклора, из тех песен, которые, в общем-то, на стихе Сергея Есенина сначала, базовыми, конечно, были у нас песни на стихе Сергея Есенина. Ну, а потом начались, в общем-то, мои авторские сочинения. Потом мы находили и нам приносили стихи наши, рязанские поэты. Вот, например, хочется отметить очень большой вклад. Сделал для нас такой поэт, к сожалению, теперь уже находящийся в мире ином, но, тем не менее, песни его живут на его стихи. Вот это Анатолий Васильевич Герасимов. Ну, просто уникальный, на мой взгляд, поэт, хотя он был непрофессионалом, но его стихи до сих пор звучат в качестве даже просто стихов вот у нас в Муниципальном культурном центре со сцены. То есть наши ведущие используют вот эти вот стихи, и я думаю, они будут жить очень долго. Ну, и, конечно же, я говорю, еще можно перечитать и других поэтов, но там уже меньше, так сказать, объем, и слушатели могут это, зрители, увидеть и услышать во время наших концертов, где я, соответственно, объявляю автора. Анатолий Васильевич Герасимов И журавли печально пролетая, Уж не жалеют больше ни оков. И журавли печально пролетая, Уж не жалеют больше ни оков. Что касается фольклора, никогда им не интересовались? Фольклор был у нас в Радунице, когда мы пели песни, которые сам слушал и на которых воспитывался Сергей Есенин, которые он слышал от своих родителей, от своего дедушки. Вот это у нас тогда было руководителем. И он и сейчас является руководителем этого же коллектива. Правда, люди немножко меняются, но руководитель остается тот же самый. Это Александр Николаевич Ермаков. Кстати, я закончил музыкальное училище по классу баяна именно у этого педагога. Поэтому не случайно я оказался в ансамбле Радунице. Хотя был как музыкант, а потом проявились таланты вокальные, и я стал развивать свое творчество именно в этом коллективе. И потом, когда я еще написал целый, можно сказать, комплекс песен, целую музыкально-литературную композицию на стихи Сергея Есенина, которые потом снимали на нашем рязанском телевидении. Выпущен фильм, снимал Николай Царев как режиссер. И этот фильм называется «Предназначенные расставания», вот где я еще молодой, где, кстати, принимает участие даже моя маленькая доченька, где она там как в сюжете, так сказать. Для меня это теперь уже память и, в общем-то, такой жизненный этап. Но песни Есенинские до сих пор у нас звучат и занимают огромное место в репертуаре. Мы просто без них не можем обойтись практически ни в одном из концертов, то есть всегда. Потому что это то самое базовое, то самое то, что, в общем-то, держит нас, можно сказать, в таком духовном, настоящем состоянии именно нашего края. Нашего края, Рязанского края. Это, я считаю, что, в общем-то, практически наша визитка в любом регионе России и за рубежом. Кстати, о за рубежом. Мы побывали в разных странах. Это вот состав этих ребят, которые со мной играют и поют. Даже вот в составе «Радуницы», потом «Отрады», там, ансамбля. Мы побывали и в Германии, и там, и в Чехии, и в Польше, и в Португалии, в Швейцарии, там, даже в Соединенных Штатах Америки. То есть во многих странах побывали. Вот. И везде исполняли Есенинскую песню. Вот. Тот же самый фольклор, вот с теми коллективами. А в данный момент у нас, можно сказать, коллектив эстрадированный. И называется он, в принципе, ансамбль авторской популярной песни и музыки. То есть авторские песни у нас все равно составляют основу. Те, которые писали советские композиторы, но теперь в новой интерпретации, в нашей аранжировке. Кстати, аранжировками занимаются мои музыканты, потому что у меня есть еще и музыкальный руководитель. Я-то художественный, я составляю репертуар, предлагаю, так сказать, ну и как солист, главное, так сказать, я все-таки основываюсь на своих каких-то чувствах и понимании того репертуара, который мы должны исполнять, как я считаю. Ну и вот Михаил Стромов, руководитель нашего музыкального, так сказать, инструментального состава, вот вместе с баянистом, соответственно, с помощником, да, они делают аранжировки вот этих вот произведений, которые становятся, на мой взгляд, оригинальны. Именно оригинальны. То есть так, как играет эта ансамбль «Русский квас», мы, я, например, и такого не слышал. Для я этим горжусь. Это так замечательно. Любовь, друзья, вопрос такой, который всех касается. Давайте немножко о вас поговорим. Вот с чего в вашей жизни началась музыка, где вы учились? Я как понимаю, что вы профессионально окончили училище. Ну, во-первых, музыкальная школа здесь. Я рос вообще здесь, в поселке Приокске. Вот, учился в 45-й школе. Учился в музыкальной школе номер два, здесь, в Приокском. У Анатолия Сорокина, такого преподавателя, тоже, к сожалению, теперь его уже нет в мире этом. Вот. Ну, а потом поступил в музыкальное училище. Вот, к Александру Николаевичу Ермакову. Он тогда был молодым педагогом, только сам закончил высшее учреждение. Я первый его, можно сказать, набор. Вот. Отучился в музыкальном училище. Потом получил распределение в музыкальную школу Старожиловского района, в село Истия. И село Истия, оно имело отношение как раз к Старожиловскому району. Два месяца, два с половиной, отработал и пошел в армию. В армии, когда начал служить, вот там начались проявляться у меня, так сказать, уже творческие мои способности. Вот. Я стал писать песни, писал стихи. Вот. И мои, можно сказать, как у нас называется в армии, дембельский аккорд. Это тогда, когда ты что-то делаешь такое, за что тебя могут раньше, так сказать, в первых рядах уже увольнения из армии отправить за какие-то заслуги. Моя заслуга была, конечно же, музыкальная, музыкально-творческая. Служил я в Ленинградской области, в Гатчинском районе, там, ну, часть не буду называть, потому что, в общем-то, это специализированная часть, и она особого назначения. Вот. Ну, я там создал, значит, вокальную группу из жен офицеров, создал коллектив музыкальный из солдат. И когда мы выступали в самом Санкт-Петербурге на конкурсе, фестивале, посвященному Дню Победы, мы стали лауреатами вообще Ленинградской области всей. То есть вот тогда я себя уже как бы проявил. Вот. Пришел со службы, опять в музыкальную школу, в третьей музыкальной школе два года проработал. Вот. Потом в клубную систему попал. Там как раз рядышком с третьей музыкальной школой клуб строителей. Вот. Начал там сначала с аккомпаниатора, потом уже певца, потом, когда поступил в Институт культуры наш, в заочный Московский Институт культуры, вот, на режиссерской факультет учился у Всеволода Борисовича Сигалова. Это наш знаменитый был, в общем-то, рязанский режиссер, который сам учился у Туманова, тоже знаменитого режиссера, который ставил Олимпиаду, сами понимаете, да? Он фронтовик, очень опытный режиссер, многому очень меня научил. Вот. Но когда в школе еще я учился, я занимал там разные места в качестве декламатора, так скажем, да? Все стихи декламировал. И в области, и в городе много грамот, целая стопа. Вот это мне помогло поступить вот именно на режиссерский факультет, то есть умение читать. Вот. Ну и потом, вот когда я сейчас уже программы составляю концертные, когда вот пишу песни, я понимаю саму драматургию песни. И вообще драматургию концерта, и это мне очень многое дает. И само исполнительское, так сказать, вот мое, может быть, какое-то искусство, оно, конечно, связано вот с теми знаниями, которые я получил в режиссуре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как вы относитесь вот к таким ребятам, ну, которые, ну, самородки, что называется, которые не учились, но могут воспроизводить хорошо? Вот они способны стать большими музыкантами? Или же они способны быть, ну, известными на, так сказать, в узких кругах, как сейчас принято говоря? Ну, вы знаете, вот сейчас ведь есть у нас, в общем-то, много фактов такого того, что вот мы сейчас, например, по телевидению часто смотрим программу «Играй гармонь», да? Там очень много талантов показывают, очень много, и именно такие, что порой удивляют. То есть, с этим спорить невозможно. То есть, таланты, соответственно, пробиваются, и это трогает, затрагивает души людей, и привлекает внимание, и всё это замечательно. Но есть всё-таки, наверное, определённый, так скажем, базисный такой момент всё-таки образования. Дело в том, что без нот всё равно ты не сыграешь того, что ты мог бы сыграть. Это одно. Потом есть определённые тоже знания, которые просто необходимы для того, чтобы этим заниматься профессионально. Именно профессионально. И разговаривать на профессиональном языке с другими музыкантами. То есть, профессия, она всё равно, ну, как бы, должна быть профессией. Сами понимаете, да? Хотя к народному жанру некоторые до сих пор относятся, как именно вот умеешь, вот, и всё, пожалуйста, значит, ты уже готов. Нет, это не так. Потому что вот даже когда вот ко мне часто просились, допустим, приходили с хорошим голосом там девушки, там, да, музыканты, которые вот, можно сказать, хорошая техника, там, на слух всё сыграют. Но ведь у нас ансамбль, а ансамбль – это аранжировка, как я уже говорю, да? Значит, у каждого своя партия, которую нужно сыграть грамотно и ещё сыграться вместе с другими музыкантами. Есть определённый, как я говорю, язык, когда мы разговариваем, там, по фразам, там, что-то ещё, вот, кульминации, там, всякие вот эти диминуенды, крещенды, всё то, что используется у музыкантов, то есть, да, громче, тише. И вот это всё нужно всё равно знать и понимать. Недаром же вот есть, когда дирижёр, да, дирижирует, он ведь тоже даёт определённый, так сказать, да, и ритм, и в то же время показывает, какому инструменту, когда играть, в общем-то, да. То есть, это профессия. Это профессия, и без этого никуда не денешься. Индивидуально, конечно, очень красиво, если кто-то вышел, сыграл, спел, ну, здорово, правда? Вот, а если это этим заниматься уже профессионально, то есть свои нюансы очень важные. Субтитры подогнал «Симон» Хотелось бы у вас немножко о философской такой, в такой ключ перевести разговор наш. Вот как вам видится развитие жанра вот именно вашего народного песни, может быть, даже истеризованной, ну, на перспективу 20-30 лет? Потому что вот на концерты кто приходит? Молодёжь приходит? Вот да, вот в этом, конечно, есть проблема. Глеб, понимаешь, вот какая ситуация? Вот когда мы даём концерты своим коллективам, ансамблям, нам сетовать на то, что у нас, допустим, нет публики, не приходится. Потому что у нас совсем небольшая реклама, допустим, на том же культурно-досуговом центре «Октябрь», там на месте, где находится вот реклама, там, допустим, какая-то афишка, так сказать, ну, там баннер там вешает, что выступает ансамбль «Русский квас». Ну и, наверное, всё-таки, я думаю, что сам КДЦ даёт какую-то информацию просто в городскую афишу, вот, вот, то есть такой вот так, чтобы расклеивали где-то афиши и всё там, да, но у нас всегда полный зал. Мы сначала начали свои выступления бесплатные, ну, для того, чтобы как-то заработать себе какой-то свой электорат, так сказать, свою публику, и случилось невероятное. Мы первый концерт дали, а на второй концерт пришло столько народу, что мы, как вот коллектив, мы не могли войти в зал. Нам нужно заходить сверху, так сказать, да, то есть все ступеньки, всё было занято, народ стоял как вот в автобусе, вот так вот, не сидели даже, а стояли, пришли. То есть, конечно, это радостно в то же время, что вот так вот, да, как бы вот такое отношение, такое желание услышать, но тем не менее получается, что, в общем-то, дискомфорт такой, и тем людям, которые пришли, и нам как-то неловко, неудобно, что и пройти не можем, и потом смотреть, что люди стоят, и как бы, да, вот, да, стали делать немножечко там, ну, это просто, уже не мы, а администрация, небольшую цену, там, по 100 рублей, там, билеты, всё, чуть-чуть уменьшилось, но это чуть-чуть. Всё равно, если пораньше не придёшь, то место не займёшь. Вот, это радует, но если смотреть по возрастной категории, конечно же, Глеб, приходят люди пенсионного возраста, потому что они помнят, у них в душе они воспитаны на народной песне, потому что раньше и за столом пели, и многое знали, так сказать, и, в общем-то, душа требует. Но хочу сказать, вот, вот тут есть такой момент, наверное, вот, что культура наша, может быть, не предусматривала. Сейчас, я смотрю, очень изменилось это дело, потому что, вот, мы вступление на почтовый у нас, вот, да, это, можно сказать, наша такая очень важная точка. Я имею в виду, что в культурном плане расширяется диапазон, так сказать, возрастной, я наблюдаю, что вот стоят и слушают от детей, юноши, девушки, ну, и, конечно же, нашего категории, так сказать, да. И важно, те, которые, вот, приходят даже на концерты, на сольные, да, они выходят, вот, в неописуемом восторге, даже могу сказать. Когда начинаешь с ними разговаривать, они говорят, мы просто не ожидали. Значит, это не хватает, это не хватает, об этом, это просто не рекламируется, это просто вот не подается в нужном аспекте, потому что мы должны подавать это так, что мы должны гордиться своей историей, своей культурой, потому что наша культура, она отличается от культур других стран. Мы-то поездили, мы знаем. И не скрою, что когда мы приезжали и пели те же есенинские песни в разных странах, люди, которые не понимают языка, они сидели, и потом нам говорили, что мы, говорит, сидим, у нас бегут, говорит, мурашки. Ну, это как по-свойски, как говорится, они там говорят, но переводчик говорит вот так, что, говорит, мы просто от самого колорита, от мелодики, от вот этого сочетания русской речи, пусть она, вот, то есть говорят, что якобы вот английские тексты как бы лучше поются и все. Нет, оказывается, русский язык тоже очень певучий, так же, как и славянский любой, и украинский, и белорусский, вот, у каждого есть своя природа, да, и вот это очень важно. Если все это вот вкладывать сейчас даже, вот, если вот мы почаще, мы даже одно время просто вот даже хотели, и до сих пор у нас вот эта мысль как бы остается, мы хотим выступать в школах, в общеобразовательных, вот просто вот приходить там и давать какие-то концерты. Того же Есенина, которого они там изучают, и чтобы они это услышали уже совсем в другом ампула, совсем в другом, то есть уже в песне, в звуке, увидев балалайку, дом, инструмент, который они даже не знают. Можно и рассказать про них, сказать, то есть сам тот же музыкант может сказать, что когда и откуда вот взялся этот инструмент. Несколько слов буквально, просто вот такой немножечко, и образовательный, и в то же время духовный. Это было бы очень важно. Если бы это делали, вот, в общем-то, наши руководители, так сказать, да, вот как бы, вернее, это вот, ну, стало бы как бы естественным таким в образовании, в школе. Вот, я думаю, что бы совсем изменилась бы уже и аудитория, и они приходили бы уже и слышали. Не только те, которые учатся в музыкальной школе, в музыкальном училище. Выйду на дорогу, выйду под откосы, сколько там нарядных мужиков и баб. Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы, эй, поэт, послушай, слаб ты, Муслан. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни и сердцем подпевать. Только бы струилась легкая прохлада, только бы не сгибалась молодая стать. Только бы струилась легкая прохлада, только бы не сгибалась молодая стать. Поговорим о ваших творческих планах. В этом году какие уже составили себе, может быть, репертуар расширить, концертную программу какую-то новую сделать? Мы, конечно, сейчас потихонечку все равно прибавляем, так сказать, новые песни, потому что у меня сейчас вот тоже, кстати, он мой вот сейчас тоже соратник, друг, поэт Сергей Блинов такой есть, да. Вот он, я прочел несколько его стихотворений, так сказать, и сейчас идет целый приятный песен на его стихи. Вот, эти песни мы делаем тоже с коллективом. Я знаю, просто уверен, как уже, как руководитель, что это будет на аудиторию, так сказать, ну, приятным таким открытием. Вот, то есть это будет, потому что я понимаю уже их вкусы, их, так сказать, те жанры, в которых нужно писать, да. Вот, цыганскую тему, вот она, кстати, у него очень тоже развита. Вот, я не знаю почему, но у меня папа очень любил цыган. Он сам был кореглазый, а я почему-то зеленоглазый. Ну, в маму, в общем-то, да. Но, тем не менее, вот цыганское-цыганское пение, романсы, да, вот, и вообще цыганское вот это вот творчество такое, оно, можно сказать, душесчепательное. Я вообще всегда слушал Николая Сличенко с удовольствием, когда вот он еще был такой вот, там, Петр Демитр, Николай Сличенко. Я всегда слушал и упивался, думаю, ну, надо же, как поют. Вот, и я, вот сейчас мы, у нас есть целый блок уже, можно сказать, на, с такой, с цыганской тематикой. Кстати, туда вошли как раз и Герасимовы песни, они как бы стали основой, там, у нас песни цыгана есть на его стихе, Шали Вишневые, вот такие вот песни. И вот теперь еще там у нас и казачий репертуар тоже, хотя мы не казаки, но мы стилизованно поем, то есть не по-казачьей, конечно. Мы передаем ту атмосферу просто, ну, как бы, вот, со стороны, так скажем, рассказывая о казаке, не будучи казаком, так сказать, на сцене, да, а рассказав, рассказывая, что, вот, как казак скачет, как он, что вот он там делает, ну, то есть вот по смыслу. Вот, но думаю, что, в общем-то, это тоже будет иметь своего слушателя, и эти песни потом станут популярными. Я имею в виду, во всяком случае, для той аудитории, которая будет к нам приходить на концерт. И они наверняка будут потом просить, скажут, что давайте еще вот эту песню нам исполните, мы с удовольствием послушаем. То есть вот это вот то, что мы делаем вот в данный момент. А так у нас очень-очень большой репертуар, нам, мы даже вот не можем его держать весь в руках, потому что, когда нужно какой-то праздник или что-то, мы покопаемся у себя, что там у нас есть, и к этому, так сказать, событию эти вещи повторяем. АПЛОДИСМЕНТЫ А на этом у нас на сегодня все. У нас в гостях был Владимир Анатольевич Блохин, это художественный руководитель ансамбля «Русский квас». Владимир Анатольевич, спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова